Для того, чтобы судьбы этих особенных, оставленных своими родителями детей, радикально изменились, эта молодая супружеская пара должна была радикально изменить свой привычный образ жизни. Для того, чтобы такие преобразования в жизни людей стали возможными, они должны были услышать, узнать о преобразующей силе в Иисусе Христе. «Однажды вечером, работая в студии, я вспомнил пророческое слово, которое было сказано мне еще 30 лет назад. Твое служение будет незаметным, но оно будет охватывать очень большое количество людей». Это было особенное время. Середина, как тогда говорили, лихих девяностых. После распада Советского Союза в стране царили хаос, разбой, бедность и после 70 лет атеизма особый духовный голод. Директор городской радиокомпании искал тех, кто бы начал выпуск библейских программ, несущих людям слова надежды. Среди других служений, в которых мы были задействованы, мы начали выпускать радиопрограммы страницы Библии. Это происходило в нас дома ночью, в то время, когда наши маленькие дети уже спали. Бог формировал это служение удивительным образом, соединяя людей, организации, города и страны. В течение трех лет они ездят на запись, преодолевая расстояние более тысячи километров. Открытие студии в Желтых Водах – это было реальное Божие чудо, хотя от нас это требовало определенных шагов веры. Мне надо было оставить работу в Ирановой шахте, в которой я уже отработал 15 лет. Сегодня студия Библии с участницей – это сочетание программ ветеранов и молодых авторских проектов, направленных на детей, подростков, молодежь и молодых родителей. Это целостные образовательные проекты, разработанные в форматах радиопрограмм и интернет-блогов, а также ток-шоу, которые посетили более двух с половиной тысяч молодых людей. Эти программы вещают христианские, частные, государственные телерадиокомпании в десяти областях Украины, транслируют спутниковые каналы в Европе, их можно слушать, читать, обсуждать в интернете. В видеопроект наимоверней истории можно смотреть и узнавать о Божьих чудесах в жизни таких обыкновенных и в то же время особенных людей, как Анатолий и Екатерина. Мы можем взять девочку с особыми потребностями. И когда нам вынесли нашу девочку, это все чудо, таке было, это просто. На сегодняшний день уже нам два годика, и большая часть, почти все эти диагнозы, они их не мают. И когда мы брали Олечку, она ишла, как ВИЛ-позитивная дитина. То на сегодняшний день у нас есть доведка и статус ВИЛ-позитивный, ей сняли, и она не ВИЛ-позитивная. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». Субтитры создавал DimaTorzok